Когда синоптики говорят, весна будет короткой, работники сельхозотрасли ускоряются. Таков сценарий 2015 года. Уже через пару недель планируют начать посевную, но первонаперво подкормка почвы. Здесь не обошлось без проблем. В связи с ростом цен не все могут закупить удобрения в нужном количестве. Вчера Медведев проводил совещание, делает некоторые заявления. Председатель правительства на предмет обеспечения материально-техническими ресурсами села Российской Федерации на эту бесценнеполевую кампанию. Мы перечистили сельхозотраспроизводителям несвязанной поддержки, так называемой по гектарной поддержке на гектар по сельной площади, в 420 миллионов рублей. Это только первый транш. В прошлом году в сельхозотрасли привлекли почти 3 миллиарда кредитных средств, против только четверти миллиарда сегодня. 715 миллионов область получила на субсидирование процентной ставки по кредитам. Сейчас она доходит до 28%. Непосильная ноша для многих хозяйств региона. Денег не хватает только. Значит, это, наверное, не только нам, это по всей стране, это ощутимо, чувствуется. Если раньше было взять кредит немножко проще, то сейчас стало сложнее. Трудно сейчас с организацией кредитных ресурсов на весенней полевой работе. Сегодня государством принято решение субсидировать от этой большой процентной ставки 15% за счет федерального областного бюджета. То есть, собственно, сам товаропроизводитель будет уплачивать от 5 до 7% за пользование кредитными ресурсами. А вот с семенами в регионе трудностей нет, в том числе на пересев погибших озимых прошлого года. Весной на поля региона выйдет 4,5 тысячи тракторов и почти 2 тысячи культиваторов. Топлива и горюче-смазочные материалы в достатке. В последние годы шла активная техническая модернизация. В сегодняшних условиях закупку новых сельхозмашин отодвинут на второй план. Главное по совести закрыть посевную. Кстати, ее площадь увеличится, как и поддержка из областной казны. И дело не только в том, чтобы не потерять место в тройке лидеров по сбору зерна. Речь идет о продовольственной безопасности региона. Катерина Мелехова, Роман Авраменко, Липецкое время, Грязинский район.